Здравствуйте! Наш сегодняшний урок посвящен истории Франции во второй половине XX – начале XXI века. Если говорить в целом об этой эпохе, то мы можем разделить ее на два периода вслед за историками, которые традиционно это делают. Это период Четвертой республики, который был с 1946 по 1958 год, и период Пятой республики, который начался в 1958 году и продолжается до сегодняшнего дня. Если вкратце сказать, чем отличаются эти периоды друг от друга, то мы скажем с вами, что Четвертая республика – это время парламентской республики. Ведущую роль во Франции в это время играет французский парламент и премьер-министр как руководитель правительства. В 1958 году в ходе реформы, предпринятой генералом Шарлем де Голлем, была проведена смена формы правления во Франции. И Франция с 1958 года является республикой президентского типа. Если говорить о Франции после 1945 года, то, конечно, главная задача, которая стояла перед этой страной – это задача преодоления последствий страшной Второй мировой войны. Напомним, что вся территория страны была оккупирована немецкими войсками, поэтому экономический и социальный ущерб Франции был огромен. Не случайно на фоне победы в войне, на фоне того вклада, который Советский Союз внес в окончание Второй мировой войны, во Франции очень популярными были социалисты и коммунисты. На первых же послевоенных выборах социалисты одержали убедительную победу, они набрали больше 20% голосов, и еще порядка 20% набрали коммунисты. Но у итальянца между ними не произошло. Именно поэтому во второй половине 40-х в 1950-е годы социалистам к власти во Франции прийти так и не удалось. Вообще, послевоенная Франция – это страна, которая находится в очень серьезной зависимости и экономической, и политической от Соединенных Штатов Америки. Это неудивительно, план Маршалла для того и был создан, чтобы привязать европейские страны к американской экономике. Но вот потери Франции в 1950-е годы тоже были достаточно значительны. С 1946 по 1954 год идет Франко-Вьетнамская война. Вьетнам был не согласен с той позицией, которую французское руководство занимало в годы Второй мировой войны. Нам помним, что вишистское правительство сотрудничало с Гитлером. Именно поэтому вьетнамские партизаны, освободившие свою страну и к 1945 году провозгласившие независимость, были совершенно не согласны с тем, что Франция продолжает претендовать на свои территории в Индокитае. Поражение в этой войне, которое было закреплено в 1954 году мирным договором и разделением Вьетнама на две части, привело Францию к очень серьезному пониманию того, что колониальная политика этой страны нуждается в пересмотре. Был взят курс на постепенное освобождение французских колоний от военного и политического присутствия правительства Франции. В результате, начиная с 1956 года, было объявлено о том, что эти территории могут получить независимость. Так независимыми стали Марокко и Тунис. Насколько могло это понравиться французам, которые лишались своих экономических площадок, рынков сырья, рабочей силы, рынков сбыта, я думаю, не нужно объяснять. Именно недовольство французов такой колониальной политикой вызвало акции социального протеста. 13 мая 1958 года сторонники активной колониальной политики Франции, их еще можно назвать ультраколониалистами, подняли мятеж в Алжире. До 1962 года оставался французской колонией. Ультраколониалисты потребовали передачи всей полноты власти к генералу Шарлю де Голлю. Именно с этим человеком связывалась мощь и величие Франции. Именно он олицетворял французское сопротивление в годы Второй мировой войны. Ультраколониалисты, да и многие другие люди во Франции верили, что его возвращение к власти, а де Голь фактически сам ушел в отставку в 1946 году, позволит Франции проводить свою собственную политику и сохранить свои экономические и политические позиции в мире. В результате правительство Шарля де Голля пришло к власти и получило доверие парламента. Собственно, даже это было не доверие парламента, а разрешение на внесение изменений во французскую конституцию. 28 сентября 1958 года во Франции прошел референдум по вопросу о внесении этих изменений. Авторитет Шарля де Голля, разумеется, предопределил исход этого референдума. В результате Франция из парламентской республики превратилась, по сути, в президентскую. На самом деле по форме республика оставалась смешанной, поскольку власть премьер-министра сохранялась, но премьер-министр был явно вторым лицом в государстве. Вся политика проводилась отныне только главой государства, только президентом Франции. Впрочем, премьер-министры во Франции постоянно менялись, так что об их серьезном влиянии на политику страны, конечно, говорить достаточно сложно. В декабре 1958 года Шарль де Голь становится президентом Французской республики. Он будет находиться на этом посту на протяжении 11 лет. Разумеется, именно с этим человеком были связаны надежды тех, кто видел, как отступает по всем фронтам Франция в конце 40-х, в первой половине и середине 1950-х годов. Впрочем, у ультраколониалистов очень быстро возникли серьезные претензии к правительству Шарля де Голля. В 1959 году президент Франции объявил правил жира на самоопределение, то есть пусть население этой колонии само решает, как ему жить, быть ли независимым государством или оставаться в составе французского государства. А в 1960 году во французских колониях в Африке вообще прошли референдумы по вопросу о независимости. Нетрудно догадаться, что подавляющее большинство этих территорий выбрали независимость, они явно не желали оставаться во французском колониальном подчинении. 1960 год стал годом Африки именно потому, что тогда на этом континенте появилось 14 новых государств. Все это были бывшие французские колонии. Разумеется, Деголь понимал, что сразу сдавать свои позиции где бы то ни было, даже в странах третьего мира нельзя. Было образовано франкофонное общество, то есть содружество стран, которые говорят на французском языке. Это содружество существует до сегодняшнего дня и включает, кстати говоря, не только бывшие французские колонии, но и некоторые страны, где по-французски говорит не такой большой процент населения. Безусловно, главной задачей было сохранение интересов тех французских граждан, которые продолжали проживать на этих территориях, и тех французских промышленников, которые имели там свои рынки сбыта, рынки сырья и прочие экономические интересы. Свою роль это общество, разумеется, сыграло. В 1962 году Шарль де Голь вообще покусился на святое. Он подписал эвианские соглашения, согласно которым независимость предоставлялась Алжиру. Понятно, что ультраколониалистам это понравиться никоим образом не могло. Акции протеста, которые они устраивали в Алжире, правда, не заставили Шарля де Голя передумать. Он проводил именно собственную политику, не опираясь ни на какие социальные интересы, помимо тех, которые он считал важными для Франции. Правление Шарля де Голя – это время, когда Франция, с точки зрения очень многих историков, становится государством поистине независимым. Нельзя сказать, чтобы де Голь был антиамериканистом, но, безусловно, он понимал, в какой зависимости от американской политики его государство находилось до 1958 года. В 1966 году Шарль де Голь делает, казалось бы, абсолютно немыслимое – он выводит Францию из военной организации НАТО. То есть французская армия отныне подчинялась только де Голлю как президенту и главнокомандующему, а руководство НАТО, по сути, на французскую армию никакого влияния отныне не имело. Правда, многие задавались вопросом, какой тогда смысл быть членом НАТО, если вы вышли из объединенного военного командования. Но, конечно, если бы Франция покинула блок в целом, это было бы воспринято Америкой как акт абсолютно недружественной, но можно подумать, что Франция ведет себя как союзник СССР и вообще как социалистическое государство. Поэтому приличия были формально соблюдены. Но с 1966 года Франция проводила собственную военную политику, правда, в 2009 году она в военный блок окончательно вернулась. В 1968 году во Франции произошли социальные выступления, связанные с тем, что молодежь явно не принимала такую жесткую политику авторитаризма, которую насаждал генерал Шарль Голь. Вообще очень сложно сказать, почему именно в 1968 году именно во Франции произошли эти события. Историки указывают на то, что появилось новое поколение, люди, которые не знали войны, которым было 20 лет или меньше. Они уже не помнили бомбежек, они не знали карточек, они не могли сравнить ту эпоху стабильности, но действительно стабильности, которая была во Франции в 60-е годы с тем, что было во времена немецкой оккупации. В мае 1968 года в Париже начались акции протеста. Их начали студенты, недовольные той политикой, которую государство проводит в отношении университетов. Государство явно давило на систему образования. В результате в мае 1968 года эти акции протеста охватили весь Париж и затронули многие другие районы Франции. Эти акции протеста были устроены французскими левыми. Довольно быстро их поддержали социалисты и коммунисты, которые, конечно, были недовольны столь долгим нахождением де Голи у власти. Власть все-таки должна время от времени меняться с европейской точки зрения. О размахе этих акций протеста свидетельствует то, что только 13 мая 1968 года на манифестацию в Париже вышло около 600 тысяч человек. Во Франции в мае 1968 года идет всеобщая забастовка, количество участников которой очень быстро достигло 10 миллионов человек по всей стране. Шарль де Голь воспринял все эти акции не только как покушение на свою собственную власть, но и на позиции Франции в окружающем мире. 30 мая он фактически объявил во Франции чрезвычайное положение. Он обвинил коммунистов в том, что они пытаются установить свою собственную диктатуру. Предпринятые им меры были более чем жесткими. Лидеры левацких группировок были арестованы и высланы из страны, а к Парижу были стянуты войска. Впрочем, Шарль де Голь прекрасно понимал, что только силовыми мерами здесь обойтись никак нельзя, на штыках усидеть долго будет невозможно, и поэтому на парламентских выборах 1968 года он должен был одержать победу, если хотел сохранить власть. Эта победа была достигнута. В результате Шарль де Голь фактически получил возможность продолжать те преобразования, которые он проводил в стране. Впрочем, в апреле 1969 года он сам становится инициатором очередного референдума. Его проект региональной реформы вызывал очень сложные отношения во Франции, и именно поэтому правительство де Голь решило обратиться к французскому народу. Нельзя сказать, чтобы это была самая важная реформа в истории Франции, вряд ли это был такой уж судьбоносный вопрос. Многие историки считают, что референдум по вопросу о региональной реформе во Франции был нужен генералу Шарлю де Голю для того, чтобы понять, насколько все-таки велика поддержка его во французском государстве, насколько французы готовы ему доверять. Люди, которые пришли на этот референдум, вряд ли имели в виду политику Шарля де Голля в целом. Но поддержку этой региональной реформе они тогда не высказали. В результате в знак протеста Шарль де Голь ушел в отставку. Таким образом, в 1969 году закончилась эта долгая и славная эпоха в истории французского государства. Приемниками Шарля де Голля стали члены его же собственной партии. Это были Жорж Помпиду и Валерий Жескардестен. В это время, в 1970-е годы, политика Франции по сути не меняется, но известный крен в сторону Соединенных Штатов Америки все-таки происходит. Правда, ни Помпиду, ни Жескардестен не вернули Францию в военную организацию НАТО, но тем не менее отношения с Соединенными Штатами стали гораздо более теплыми. В 1981 году новые президентские выборы выигрывает социалист Франсуа Миттеран. В это время идет активная борьба между представителями двух политических сил. Во Франции даже сегодня две основные политические силы таковы — это социалисты и галлисты, сторонники той политики, которую проводил когда-то генерал Шарль де Голь. Партии, правда, меняют свои названия, да и позиции галлистов по ключевым вопросам внешней и внутренней политики тоже не остаются постоянными с конца 1960-х годов. Но в целом социалисты выступают за скорее левый уклон экономики, за большее равенство, за предоставление большего объема социальных гарантий, тогда как галлисты воспринимаются скорее как неоконсерваторы. Интереснее всего то, что власть Миттерана, которая была установлена в 1981 году и у власти он находился до 1995 года, 14 лет, дольше чем генерал Шарль де Голь, совпала с периодом эпохи правления Тэтчер в Великобритании. Интереснее всего то, что Франция и Англия в 80-е годы развивались как бы параллельно, во Франции у власти были социалисты во главе с Миттераном, которые проводили реформы социалистической направленности, тогда как в Англии это была эпоха неоконсерватизма и политику там проводила Маргарет Тэтчер, о чем мы с вами говорили на прошлом уроке. По сути это было своеобразное соревнование, чья политика окажется более успешной. Формально, конечно, правление Миттерана выглядело гораздо лучше, чем эпоха Маргарет Тэтчер в Великобритании. Снижались налоги, возникали многочисленные социальные программы, очень активно строилось государственное жилье, повышался уровень образования. В целом государство делало все для того, чтобы реализовать свои социальные задачи. Вот только социальная цена у этого всего оказалась очень серьезной. Именно тогда во Франции появились так называемые новые бедные. Если у нас в 90-е годы появились новые русские, то есть люди, которые вдруг неожиданно получили деньги и стали создавать какие-то свои собственные культурные нормы, культурные ценности и так далее, то во Франции появилось немалое количество людей, которые вроде бы и имели деньги, они их имели в качестве пособия по социальной защите, по безработице, пенсии и так далее. Но этих пособий было явно недостаточно для того, чтобы обеспечить им сколько-нибудь комфортную жизнь. Именно тогда во Франции стала возрастать угроза социального протеста. Особенно активной эта угроза стала в бедных районах страны и в восточных, к примеру, районах Парижа, где уже тогда начинали создаваться различные организации уже не просто левацкой, а откровенно анархической направленности. В 1990-е и в 2000-е годы Франция столкнется с очень серьезной волной протеста, которая, с точки зрения очень многих историков и аналитиков, уходит корнями как раз в те мероприятия, которые проводило правительство Франсуа Миттерана. С 1995 по 2007 год у власти находились опять галлисты, их лидером и президентом французского государства был Жак Ширак. Впрочем, считать его галлистом достаточно сложно, поскольку его политика в первую очередь была связана с тем, что на протяжении долгих лет был мэром Парижа. Именно при Жаке Шираке была принята очередная программа строительства Парижа. Фактически город начал менять свой облик впервые с того момента, когда в середине XIX века свои градостроительные проекты реализовывал знаменитый барон Осман. Но при всем при этом Жак Ширак пытался проводить и политические реформы, самой известной из которых стала реформа 2000 года об изменении срока президентского правления. До 2000 года президенты Франции избирались на семилетний срок, а начиная с этого момента срок их пребывания у власти стал пятилетним, так во Франции продолжается и до сегодняшнего дня. С 2007 по 2012 год у власти находился еще один представитель голлистов Николя Саркази. Впрочем, это было время сравнительно недавнее, поэтому мы не можем с вами говорить во всех подробностях о том, что происходило в это время в стране. Должно пройти время для того, чтобы мы смогли оценить полностью результаты этой эпохи. Ни о Саркази, ни о президенте Франсуа Аланде, который занял свой пост в 2012 году, конечно, историческая наука пока еще какого-то специфического мнения не выработала. Но понятно, что зависимость между голлистами и социалистами сейчас во Франции наблюдается очень серьезная. Аланде представляет социалистическую партию Франции. И понятно, что те реформы, которые он проводит в этой стране, многим напоминают реформы Франсуа Миттерана. В частности, большие споры вызвало его намерение ввести повышенный подоходный налог с людей, чей доход составляет более 1 миллиона евро в год. Аланде предложил взимать с таких людей налог в размере 75%. К чему это привело, нетрудно догадаться. Многие французы, имеющие достаточно большие заработки, решили покинуть Францию и переехать в другие страны, даже в Россию, как вы знаете наверняка на примере Жерара Депардье. Хотя, безусловно, мы не можем с вами сейчас говорить о том, какая из этих линий правильная линия галлистов или линия социалистов. Те, кто критикует Миттерана, а сейчас Аланда, считают, что социалистическая модель доказала свою несостоятельность. Но с другой стороны, ведь и шведский социализм, так называемая скандинавская модель, может быть дело не в том, какие реформы проводить, а в том, через сколько лет или десятков лет эти реформы дадут свой результат. Но, конечно, об этом мы сможем говорить только тогда, когда результаты эти станут заметными. На этом мы и заканчиваем с вами урок об истории послевоенной Франции. Спасибо за внимание.